так хорошо значит что мы уже доказали про про функцию ориентированной площади мы выяснили с вами что эта функция кост симметричная там надо видим согласиться с тем что что все будет записано функция кост симметричная и белинейная простым следствием кост симметричности является то что при одинаковых значениях двух аргументов эта функция примет значение 0 давайте еще это свойство перескажем немножечко иначе но это тоже самое свойство я буду называть его свойством 2 штрих она прямое следствие симметричности кост симметричности и линейности если у в равно нулю тогда и только тогда когда у и в линейно зависимы ну линейная зависимость двумерном пространстве это условия коллинеарности вот коллинеарность это значит что один из векторов пропорционален другому вектору например вектор в равен лямбда у тогда sr от ув это лямбда на ссор от у у я вынес лямбда из 2 слага 2 2 аргумента но это конечно 0 потому что ориентированная площадь от пары совпадающих векторов равна нулю вот и это верно вам в обратную сторону в обратную сторону но наверное проще всего воспользоваться воспользоваться определением то есть если наше наше выражение x1 y2 минус x2 y1 равно нулю то из этого следует что у и в линейно зависимы мне кажется я такое уже один раз делал ну что тут нужно сделать нужно написать видимо такое что x1 что что если x2 не равно нулю то можно на x2 поделите будет x1 деленное на x2 равно и y тоже 2 не равно нулю равно y1 на y2 вот ну из этого будет следует что векторы x1 x2 пропорциональны в общем тоже очень важному свойству мы подходим и может быть вы уже его обсуждали на алгебре о том что определители матрицы это меры линейной независимости столбцов этой матрицы municipales мы тогда и только тогда когда определитель р possa нулю вот на чем больше определитель тем они как бы более линейные независимые ну вот и конечно же это больше или меньше линейные независимость определяет Что-то типа площади или объема параллелограмма, параллелепипеда или объекта большей размерности, который порожден этим набором векторов. В общем, вот эти свойства мерить линейную независимость есть у ориентированной площади ровно потому, что это определитель матрицы. Хорошо. Хорошо. Давайте теперь поговорим про то, что базисы разбиваются на два класса. Вот, собственно, про знак ориентированной площади. Почему она называется ориентированной? Классы базисов в двумерном пространстве. Называть базис у в положительном. В положительном. Если С, ОР, УВ, больше надо. И тоже отрицательным. Если меньше надо. Ну, первое наблюдение, что если УВ положительный, В, У. Отрицательный. Второе. Базис Е1, Е2, стандартный базис ВР2, он положительный. Повторите, пожалуйста. Второе. Это тоже векторы? Конечно, да. Конечно, да. Это два стандартных, два вектора стандартного базиса ВР2. Значит, Е1, Е2, стандартный базис ВР2. Е1, Е2. Так, ну, пункт 1 понятен? Да. Да, потому что мы с вами уже выучили, что функция ориентированной площади, она коссимметричная. Что если мы в ней меняем аргументы, то она меняет знак. Вот. Это означает, что если УВ был положительным, то В на У будет отрицательным. Значит, почему Е1, Е2 положительный базис? Ну, надо вычислить его ориентированную площадь. Е1 имеет координаты, Е1 имеет координаты 1,0, а Е2 имеет координаты 0,1. Что написано под стрелочкой? Стандартный базис ВР2. И именно в этом порядке, если мы эти векторы перебираем, то надо написать такие векторы в координатах. Нужно написать матрицу А, которая составлена из вот этих векторов координат, и вычислить ее определитель. Он равен одному. Все хорошо, да? Никаких замечаний? Да. Хорошо. Лемма. Лемма. Базис является положительным. Базис является положительным. Если кратчайший поворот от У к В выполняется против часовой стрелки. в случае стандартного базиса ВР2. В случае стандартного базиса ВР2. кратчайший поворот от Е1 к Е2. Он выполняется против часовой стрелки. И поэтому этот базис называется положительным. Для того, чтобы доказать вам эту теорему, мне нужно немного поговорить про семейство базисов, про непрерывные семейства базисов. А сейчас скажите, пожалуйста, понятно ли утверждение? Понятно. Ну, посмотрите, что мы сделали. Мы ввели знак базиса как знак определителя. А дальше говорим, что у этого есть еще геометрический смысл, что определитель положителен, если вот этот кратчайший поворот, он выполняется против часовой стрелки, ну и отрицательный, если кратчайший по часовой стрелке. Давайте попробуем связать эти два, казалось бы, разных свойств. Для этого мне нужно немножечко поговорить с вами про семейство базисов. Значит, непрерывное семейство базисов. Семейство. Ну, семейство, непрерывное семейство базисов. Давайте вот так писать, что это у от т, в от т, и т принадлежит отрезку от нуля до одного. То есть, есть пара векторов, они меняются со временем. Время бегает у нас от нуля до одного. Ну, что значит непрерывное семейство базисов? Это значит, что каждый вектор непрерывно зависит от параметра. Вы уже знаете, да, что такое непрерывная функция? Пока нет. Ну, давайте пользоваться таким вот интуитивным определением, что нет разрывов, что значения меняются без разрывов, что она не может перейти мгновенно от значения 1 к 2, что если она принимает значения 1 и 2, то принимает значения и все промежуточные значения тоже. Это вот для нас с вами будет определение непрерывности. Вот. А то, что это семейство, это еще и непрерывное семейство базисов, означает, что при каждом t эти два вектора линейно-независимы. Вот. Для любого t из этого отрезка у и в линейно-независимы. Ну, что они образуют базис? Вот. Мы уже с вами знаем связь условий линейной независимости и условия на определитель соответствующей матрицы. у и в линейно-независимы. Это означает, что для любого t из этого отрезка не равен нулю. Потому что иначе в этой точке это не был бы базис. Вот. И это же такое, что… Неравен. Скажите, еще раз. Неравен. Неравен, конечно, да. Неравен нулю. Здесь равно, а вот здесь не равно. Не равно нулю. Они линейно-независимы, значит, ориентированная площадь не равна нулю. Лемма. Для любого t из этого отрезка, ой, единица, все базисы имеют одинаковую ориентацию. Ну, то есть они либо все положительные, либо все отрицательные. Вот. Это очень простая лемма. Потому что если бы мы предположили, что в одном семействе есть и положительные, и отрицательные базисы. Давайте я теперь изображу функцию. Вот эта функция. Это 0, 1. Это t. Ага, сейчас, сейчас, секунду. Есть отрезок от 0 до 1. Вот. И предположим, что в какой-то момент времени у нас отрицательное, встречается базис с отрицательной ориентацией, а в какой-то другой с положительными. Вот. Но из-за того, что функция непрерывна, означает, что в какой-то момент она должна будет принять нулевое значение. Вот. Этого. Но это будет значить, что в этот момент t0 наши векторы будут линейно зависимыми. Они не будут образовывать базис. То есть, еще раз. Вот. Резюме. Что если у нас есть непрерывное семейство базисов, то у всех этих базисов одинаковая ориентация. У них ориентированная площадь имеет одинаковый знак. Потому что в семействе, в непрерывном семействе базисов, ориентированная площадь не может принимать нулевое значение. В этот момент пара векторов перестает быть базисом. Значит, по модулю не строгого определения непрерывности. Понятно ли суть утверждения? Да. Значит, еще раз. Я буду пользоваться таким определением непрерывности, что это функция, которая на отрезке принимает все промежуточные значения. То есть, если она принимает какие-то значения в концах отрезка, то внутри этого отрезка она принимает все промежуточные значения. Это верно для... Собственно, почему наша функция будет такая? Значит, это верно для полиномиальных функций, для функций многочленов. Все многочлены – это непрерывные функции. Вот. И непрерывные семейства – это значит, что у нас непрерывными функциями являются координаты. Вот. Ну и, значит, являются непрерывными и определители матриц. Вот. Значит, чуть позже на занятиях по математическому анализу вы эти утверждения, они у вас будут, вы их выучите. Вот. Но мы сейчас в очень узком контексте используем это. То есть, что многочлены – это непрерывные функции. И определитель матрицы – это, конечно, тоже многочлены от координат, поэтому это тоже непрерывная функция. Вот. А теперь давайте вернемся к геометрической сути. Вот. Почему знак определителя как связан с кратчайшим поворотом от первого вектора ко второму? Используясь вот этой идеей про семейство базисов, можно посмотреть, как можно менять векторы в базисе, чтобы при этом сохранялось, чтобы они не переставали быть базисом. Вот. Давайте зафиксируем вектор U и рассмотрим, какой это вектор V. Вот. Какие можно представить себе непрерывные семейства базисов, чтобы вектор U оставался на месте, а выменялся? Как может меняться V в непрерывном семействе базисов с постоянным U? Поворачиваться в металл? Он может поворачиваться, только куда поворачиваться? По часовой. Ну, по часовой или против часовой. Вот важно в каких пределах? Вот да, он может поворачиваться, он может находиться везде в верхней полуплоскости. Вот. Пока он в верхней полуплоскости, это базис, не включая саму прямую. Вот. Но он не имеет права переходить через вот это направление вектора U. То есть, везде вот тут он может вращаться. Подождите секундочку. Значит, это речь о непрерывных семействах базисов. Вот. Если мы U зафиксировали, то V имеет право вращаться только в одной полуплоскости, вот в той полуплоскости, в которой он находится. Если он меняется только внутри этой полуплоскости, то кратчайший угол от вектора U к V не меняется. В смысле, его значение меняется, а направление не меняется. То есть, если вектор V находился в верхней полуплоскости, то кратчайший путь от вектора U к V будет против часовой стрелки. Если V находился в нижней полуплоскости, и он меняется непрерывно, но так, что они не перестают быть базисом, то кратчайший путь от U к V будет по часовой стрелке. В общем, я хочу сказать следующее, что вот это свойство, в каком направлении можно совершить кратчайший поворот от U к V, это тоже постоянная величина в непрерывных семействах базиса. На самом деле, из этого следует, что эти вещи совпадают. Дальше нужно просто понять, в каком направлении от вектора E1 к E2 мы совершаем кратчайший поворот. Я уже это тоже изображал. Это E1 и это E2. И вот здесь кратчайший поворот против часовой стрелки. А если бы мы взяли наоборот E2 и E1, то кратчайший поворот был бы по часовой стрелке, и это был бы базис отрицательным. Значит, вот предлагаю сейчас саму аргументацию остановить этого утверждения. Оно немножечко, как бы это сказать, геометрическое. То есть, немножечко оно доказывается на физическом уровне. Но если хорошо понять вот эту идею с непрерывными семействами базисов, то и финальное утверждение становится прозрачным. Значит, я предлагаю вам самим с этим утверждением поработать. его нужно переводить и пропустить через свой мыслительный аппарат. Если оно будет оставлять ваше недовольство, в следующий раз я еще раз его прокомментирую и докажу до той степени очевидности, до какой это вам понадобится. Хорошо, давайте на этом остановимся. В следующий раз я должен приехать, и у нас с вами будет очная лекция. Мы будем эти понятия развивать дальше, будем изучать ориентированный объем, это уже функция от тройки векторов в трехмерном пространстве. Вот, если вы можете немножечко подготовиться к этой лекции, рекомендую вам посмотреть про то, что такое ориентированный объем, что такое векторное произведение, вспомнить, если вы это знали, или посмотреть, если это для вас новое понятие. Вот, вам будет немножечко проще в следующий раз. Хорошего продолжения дня. На этом мы заканчиваем. Спасибо. 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 Спасибо.